Уже с 1 августа в тестовом режиме начнет функционировать поликлинический корпус «Западный». Пока задействована только первая очередь лечебно-профилактического учреждения. Около 27 тысяч прикрепленных к нему пациентов будет обслуживать два отделения врача общей практики. Чтобы обеспечить доставку большого количества людей из закрепленных районов города, должна быть выстроена логистика движения общественного транспорта. Смогут ли обеспечить ее работники Пинского автобусного парка, узнаем от нашего корреспондента Натальи Шестаковой. С 1 августа в западном микрорайоне города начнет работу, пока еще в тестовом режиме, новый поликлинический корпус Пинской центральной поликлиники. Кстати, сам проект как раз и рассчитан на обслуживание жителей этого региона города, который так расширился за последние годы. Так что разумное перераспределение потоков двух поликлинических учреждений касается проживающих в основном в этой части города. По сути, все они уже пользовались существующим автобусным сообщением. Мы были заблаговременно проинформированы руководством центральной районной поликлиники о том, что изменяется, если так можно сказать, прописка или закрепление пациентов к поликлиничным отделениям. И поэтому мы проанализировав ситуацию, количество маршрутов, количество транспортных средств, задействованных на том либо ином маршруте, мы видим, что у нас в сегодняшний день перевозка обеспечивается, и мы полагаем, что она и будет обеспечиваться в полном мере. Как же сегодня организовано движение общественного транспорта в западном микрорайоне? Планируются ли какие-либо изменения в маршрутной сети? Транспортное сообщение районной индивидуальной застройки Крайновичи, Жилгородок, Веросы, Красиево налажено посредством автобусных маршрутов регулярного сообщения номера 1, 3, 14, 26. Поэтому в связи с тем, что открывается лечебный корпус по улице Брестка, 108, мы не планируем каких-либо внесения изменений в действующее расписание указанных маршрутов. Однако не исключено, что на практике потребуется их корректировка. Если возникнут какие-либо вопросы с обеспечением перевозок жителей Пинска к указанному лечебному центру, мы отреагируем в самые короткие сроки путем либо увеличения рейсов, а возможно и путем увеличения транспортных средств, задействований на обслуженных данных маршрутов. Но в настоящее время, я еще раз подчеркиваю, мы не ожидаем, что перевозки будут не обеспечены. Через остановочные пункты микрорайона Западный проходит практически половина существующих автобусных маршрутов городского сообщения. По мере возрастания номера 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 23, наверное, пропустим. Такие из них, как 5, 6 и 11, на которых задействовано наибольшее количество транспортных средств, я думаю, с перевозками мы справимся. Со всех районов города сюда данный остановочный пункт можно добраться без пересадочных сообщений. Следует учесть и такой немаловажный факт. У здания нового поликлинического корпуса Западный обустроены стоянки для индивидуального и специального транспорта. Так что проблем с транспортным обеспечением пациентов быть не должно. Так же, как и медицинским обслуживанием. Ведь все сделано для повышения его качества и доступности.